Леса, фьорды, горы, бесконечные побережья и яркая первобытная культура. Новая Зеландия – прекрасный девственный край. Её жители хотят сохранить его. У этой маленькой страны есть большая мечта стать первым в мире экологически чистым государством. Я Арт Вольф. Это программа «Путешествие на край географии». На юго-западе Тихого океана, в двух тысячах километрах к востоку от Австралии, расположено изолированное государство Новая Зеландия. Страна окружена Тихим океаном и Тасмановым морем. Её территория включает в себя два больших и множество мелких островов. Коренное население Маури называет её Ау-Те-Ароа, или «Земля длинного белого облака». Удивительная красота Новой Зеландии лежит в основе её самобытности. Маури считают себя хранителями этой земли, моря, растений и животных. Мне здесь очень хорошо. Нужно немного времени, чтобы понять объект съёмки. На теле этого человека так много интересных деталей, которые я хочу запечатлеть. Изначально Маури наносили татуировки, или «там-моко» при помощи косточки альбатроса. Это занятие священно. Тату – способ нанесения истории человека на его лицо. Мы с незапамятных времён занимались моко. И накопили немало знаний и фактов, благодаря которым можно узнать о происхождении мока. Так я изобразил генеалогическое древо по материнской и отцовской линии. А этот рисунок изображает зарождение жизни. Линии ведут в ноздри, куда творец Айо изначально вдохнул жизнь. Мы связываем это с богами. Например, бог-покровитель искусства – это также бог землетрясений. История и традиции мока связаны с землёй. Когда смотришь на землю с высоты, на все эти долины и ущелья, ты видишь бога, который создаёт землетрясение, меняет ландшафт и наносит на лицо матери земли её мока. Мы называем это папатуануку. Спирали кору позаимствованы у древних папоротников. Они изображают возрождение и начало жизни. Это положительные символы. В нашем искусстве нет ничего негативного. Мы черпаем вдохновение из природы. Также используем идеи движения, концепцию дуализма мужского и женского начала. Это искусство тесно связано с эзотерикой. На моей нижней губе нанесён двойной узор кору. Он символизирует манго-паре, что на языке маури означает рыбомолот. В моке так изображается сила воли. Этот рисунок наносит в качестве защиты. Я очень горжусь тем, что ношу знаки своих предков. ВОНОВА ok. Мы не оживли, что deciding как мы это сможем mover. ВОНОВА. 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 Почтение, которое Маори испытывают к земле и морю, разделяют и потомки европейцев, то есть Пакия. Любая точка острова находится не далее, чем в 130 километрах от моря. Океан и Девственное побережье лежат в основе самобытности Новой Зеландии. Это побережье Тасманова моря. Здесь также гнездятся сотни австралийских олуж. Это красивые, грациозные морские птицы. Они всего один раз в год прилетают на берег в период размножения. Некоторые взрослые особи уже начали брачные игры. Эти птицы летают с грациозной легкостью. Они подлетают к гнездам, практически приземляются, но тут же взлетают. И тогда я смогу фотографировать их на прекрасном фоне моря. Очень простой, но элегантный снимок. Олуши грациозно парят над водой. Но на земле они ведут себя неуклюже, переваливаются, как курицы, пытаясь забраться в гнездо. Но некоторые буквально вваливаются туда. Но когда они взлетают, расправив свои двухметровые крылья, эти гадкие утята внезапно превращаются в грациозных альбатросов. Лучший способ осмотреть любую неизведанную территорию – это вертолёт. Виды по пути на ледник Франца-Иосифа просто великолепны. Я много раз летал над горами, но здесь такие отвесные скалы. Они образовались относительно недавно, и они такие острые. Дух захватывает. Я смотрю на ледник сверху и вижу ритм его изломов. Они похожи на океанические волны, такие же равномерные. Ко мне присоединился Питер Хейден, один из самых уважаемых натуралистов и документалистов в стране. В Новой Зеландии более сотни ледников. Мы на одном из двух ледников, которые спускаются в лес с западной стороны. Здесь ледник только начал спускаться. Наверху лежит спокойный снежник. Но как только он станет тяжелее, ледник начнёт сползать. Если на его пути будет очень крутой склон, получится ледопад. Он растрескался, и здесь полно ледяных зубцов. Мы увидим несколько ледяных пещер. Они просто прекрасны. Гималайский тар, завезённый в Новую Зеландию вид. Это дикий козёл, приспособившийся к этим условиям. Забавно смотреть, как двое животных пробираются через трещины льда. Здесь очень опасно, но, похоже, они легко преодолевают ледяные уступы и острые углы. Вау! Прекрасная ледяная пещера. Давайте зайдём. Прекрасно. Текстура внутри так отличается от наружной, в которой полно острых углов. Внутри ледника всё сглажено ветром и дождём. Здесь всё так гладко и элегантно. Очень прозрачный лёд. Именно это я и пытаюсь запечатлеть. Передать лёд и то, как через него проникает свет. Как будто я иду через прозрачный куб льда. Здорово лететь над этой страной. Есть некое умиротворение в том, как облака закрывают эти молодые горы. Залив Милфорд – ворота в страну фьордов. Одно из самых красивых и неизведанных мест южного полушария. Фьорды были созданы огромными ледниками, которые потом заполнило поднявшееся море. Отсюда открывается чудесная картина. Множество водопадов падает с высоких утёсов прямо в море. Здесь потрясающие виды, Питер. Да, это залив Милфорд или Пио-Пио-Тахи, как называют его Маури. Невероятно. Эти высокие горы просто обрушиваются в море. Масштабы потрясают. Их высота – полторы тысячи метров, а некоторые ещё выше. Под водой скрывается ещё 300 метров, то есть общая высота может достигать 1800 метров. Поразительно. Маури Маури придумали подходящее название для своей страны – «Земля длинного белого облака». Облака значит дождь, вот такой, как сейчас. На юго-западе Новой Зеландии – самая дикая природа в южном полушарии. Одна десятая Новой Зеландии – это объект всемирного наследия. Одна треть территории страны – заповедная зона. Это самый большой процент в мире. Откуда такое стремление к охране природы? Всё началось с Маури. У них есть концепция «каития-китанга», что означает… Не могу точно перевести, лучшее, что приходит в голову – опека. То есть мы – часть природы. А поскольку у нас есть разум и душа, на нас лежит ответственность. Не только за растения, но и за животных и насекомых, которые здесь обитают. Их нужно сберечь не только для наших детей. Их надо сохранить навсегда. И не потому, что мы выше, а потому, что мы – часть этого. Теперь я покажу вам то, что обнаружил во время последней поездки. Это удивительный вход в залив Милфорд. Как только заворачиваешь, появляется водопад, просто свисающий со скалы. Вы только посмотрите. Это небольшой кусочек ледникового периода. Вот хороший вид. Прекрасно. Только что в гнездо села цапля. Двое птенцов просят поесть. Их белое оперение отлично смотрится. Когда они садятся, то несколько секунд бьют крыльями. И тогда четко видны их белое оперение. Очень графичный, художественный снимок. Помимо красивых белых цапель, здесь еще есть удивительные королевские колпицы, названные так из-за их огромных размеров. Это очень подвижные птицы, и одна прямо передо мной щиплет траву на берегу реки. Я правильно понял, что маори как-то связаны с этими птицами? Да, у них удивительная связь. Если вы кого-то называете котуку, что означает цапля на языке маори, это значит, вы считаете его близким другом, которого вы давно не видели. Еще маори почитают их за то, что когда птицы улетают на север, по окончании брачного периода, они считаются предвестниками смерти человека, душу которого они заберут с собой. Они уносят души мертвых на север Новой Зеландии, а потом они летят на Гавайи, древнюю родину Маори. К востоку от южных Альп воздух становится суше, небо выше, а виды панорамнее. Это типичная Новая Зеландия, страна овец. Очень символичная для Новой Зеландии картина. В этой стране овец больше, чем людей. Этот пейзаж, зеленые луга, все это – Новая Зеландия. В Новой Зеландии живет примерно 34 миллиона овец. Это гораздо больше 4 миллионов обитающих здесь киви. Этот пастух гонит стадо мериносов, которые дают самую тонкую в мире шерсть. Зачем нужно гонять овец? Мы выпасаем их 3-4 месяца. Они съедают всю траву, ее качество ухудшается. Поэтому мы перегоняем их на другой участок с более сочной травой. Мы делаем так до тех пор, пока не вернемся домой. Если бы не собаки, нам бы пришлось задействовать 20 или 30 пастухов. Чем больше собак, тем меньше людей требуется для выпаса. Великолепное место для съемки овец и пастушьих собак, которые гонят это стадо по дикой местности. Отлично! Не только овцы, но и кеа. Альпийские попугаи прекрасно себя чувствуют на высокогорье. У них красивое оперение, и темные полосы отлично подчеркивают каждое перо. У кеа очень мощный клюв, которым они легко могут откусить палец. Они пытливые, любопытные, часто подлетают к людям, потому что хотят поиграть, изучить все блестящее. Это поразительно красивая птица. Вы, ребята, тоже хотите в кадр? Мы пишем историю Новой Зеландии, а вы очень хорошо подойдете. Очень хорошо. Прекрасно. Эй, ты! Вот это крупный план. Не ждите от них ничего хорошего. Именно то, что я хотел. Типичный новозеландский буковый лес. Изогнутые стволы деревьев, покрытые мхом или шальником. У меня получится причудливая картина прекрасного леса. Мы смотрим на высочайшую вершину Новой Зеландии – гору Кука. Она такая красивая. Сейчас почти штиль. Отражение идеальное. Утешествуя по Новой Зеландии, нельзя не поразиться ее девственной природе. Я пытаюсь запечатлеть красоту этого места. Течение реки завораживает. Это освобождает мой разум и настраивает его на художественный лад. Меня потрясает текстура этого высокогорного леса. Камни, деревья, земля, покрытый ковром из мхов или шальников. Это один из моих любимых объектов для съемки. Два переплетенных дерева на фоне большого камня. Он покрыт мхом. Вокруг мягкий свет. Стволы деревьев на переднем плане почти незаметны. Под слоем грибка, мха или шальника создается очень абстрактная картина. ПОДПИШИСЬ! 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 У зеландцев уже давно появилось желание сохранить свою природу. Подробнее об этом мне расскажет художник, представитель народа Маори Блейн Те Рито. У Маори есть прекрасное понятие заботы о своей земле. Каи-тия-ки-танга. Эта идея возникла во время творения мира, когда Небесный Отец ушел от Матери-Земли, и их дети решили создать разные элементы природы. Мы одни из них, поэтому мы считаем камни, насекомых и деревья членами своей семьи. Мы происходим от общих предков. Каи-тия-ки-танга означает заботу не только о смертных родственниках, но и о тех, кто живет в воде, в лесу и на деревьях. Например, если вы хотите срубить дерево, это все равно, что вы хотите убить своего двоюродного брата. У нас есть ритуал каракия, через который нужно пройти, чтобы попросить разрешения на вырубку дерева. Когда меня просят создать очередное творение, я знаю, что мне нужно побыть у моря, в лесу или у водопада. Я просто сижу и ни о чем не думаю. Ты даешь свободу разуму, и все получается. Не знаю, может, со мной говорят духи и указывают мне, что делать. Бесспорно, народ Новой Зеландии тесно связан с природой этой земли. Они понимают, что живут в самой красивой части света, и их попытки сохранить эти острова могут стать для нас прекрасным примером. Я Арт Вольф. Присоединяйтесь ко мне в моих следующих путешествиях. Субтитры создавал DimaTorzok